Евгений Кожокин, Академия труда. 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 Как бы Ирак, ясно, что сейчас никакие долгое время баллистические ракеты создавать не будет, остается Иран и остается Северная Корея. Северная Корея как-то очень не вписывается в позиционирование элементов ПРО в Румынии, Польше и даже Средиземном море. Кстати, Россия делала одну за второй, за третьей попыткой найти взаимопонимание по этим вопросам. Очередная попытка совсем недавно, что давайте создавать Европейскую ПРО. Какой мы получили ответ? Да, только без вас. Европейскую ПРО мы будем создавать только без вас. И в этом плане, что касается дипломатической революции, никакой не происходит, во всяком случае, в Вашингтоне. Нам очень любят говорить, что вот у вас менталитет Zero Plus Game. В Вашингтоне нет такой игры. Здесь мышление win-win-win-win, но только мы. Win-win-win-win. Нам говорят, что вот вы правильную заняли позицию по вопросу транспортировки грузов в Афганистан через территорию России. Вы хорошие ребята, good guys. Вам спасибо, потому что вы правильно поняли, что настоящий российский интерес – это американский интерес. То, что у нас есть собственные интересы, что давайте, ну хоть слегка багами этого не существует, как не существовало и раньше. Мы должны все время уступать по одной позиции, по второй позиции, по третьей позиции. Война в Афганистане – это вообще уже забытый факт. Когда только началась первая фаза, когда и в Пентагоне, и в Пентагоне, думали, да, вот военная фаза понятная, высокоточное оружие, блестящее все проведено, но нужно проводить сухопутную операцию. Думали, мы сейчас быстренько талибов расколем, есть moderate талибы, есть не moderate. Мы сейчас послнем тех парней, с которыми мы уже работаем. Этих парней послали, им отрезали голову. И далее выяснено, что сухопутную операцию непонятно, как проводить. И тут пришли эти парни из Индии, из России, мобилизовали других парней из Северного Альянса. И те провели грамотную операцию, которая бы не была столь успешной при всей успешности использования высокоточного оружия. Сказали, спасибо, что вы такие парни, отличные и правильно понимаете наши американские интересы. А дальше Северный Альянс был разрушен. И когда сейчас, допустим, НАТО и США уйдут из Афганистана, то мы получим все вместе, включая русских, Афганистан, который хуже, чем тем, что он был до прихода туда НАТО и США. Потому что те, кто в Афганистане могли сопротивляться талибам, они фактически вами разрушены и политически уничтожены. Северного Альянса нет и возродиться в ближайшее время он не может. И в этой ситуации возникает вопрос. Мы понимаем, что на самом деле мы уже являемся частью Большого Запада. Но имеем в этом Большом Западе периферийное, с одной стороны, положение, а с другой стороны, у нас есть как бы остатки самоуважения. И мы хотим оставаться россиянами и русскими. А нам говорят, не, ребята, вы должны стать настоящими американцами. Вот настоящими американцами. И всюду следовать тому, что мы вам рекомендуем. И тогда что-то из вас может получиться. Это на самом деле движение к проигрышу Вашингтона и всего Большого Западного мира, которому на сегодняшний день уж так получилось, мы тоже принадлежим. Спасибо. Я очень благодарен господину Лютовку, что он нашел время посетить Москву. И это действительно очень впечатляющая лекция одного из интеллектуальных гуру современности. И мы увидели очень впечатляющую меня лекцию о стратегии, о том, что стратегия отличается от простого планирования операции, и обидит суть. И господин Лютовк, говоря о будущем геоэкономики, все ожидали услышать слова про постиндустриализм, о том, как развивать сырьевую экономику, двигать ее дальше. А господин Лютовк заговорил о самом главном. Он сказал, что вся ваша стратегия бессмысленна, если у вас нет детей и у вас нет будущего. Вот эти слова я слышал только от одного еще очень умного человека, президента Назарбаева, который, когда обсуждал инновационную индустриальную стратегию развития Казахстана, сказал, что в будущее должно быть три ребенка в казахстанской семье. Наша задача не заставить Республику Казахстан производственными линиями, заводами, фабриками, пусть самыми современными, а обеспечить то, что говорил Аристотель, будущее государства общего блага для блага всех. То есть возвращение к этому истокам понимания национальной стратегии очень важно. И в этом плане господин Лютовк преподал нам очень убедительный и весомый урок. Что касается будоражей всех темы возвышения Китая, я склонен согласиться с господином иноземцем и господином Громыко. Китай сделал очень важный жест по отношению ко всем индустриальным государствам. Он прекратил экспорт редкоземельных элементов, 80% которых он является держателем. Тем самым он сделал знак германским фирмам, что без него дальнейшее технологическое развитие становится невозможным. Он принуждает кооперации, технологической кооперации, фактически Евросоюз. Дальше отмахи с этим знаком бессмысленно. Но стратегия сдерживания, о которой так убедительно и красиво говорил господин Лютовк, может выглядеть несколько другой. Нас всех заботит тот вал, волна демократизации, принудительной демократизации арабских и мусульманских режимов, который быстро движется по всему большому Длижнему Востоку. И перефразируя фразу, которая здесь заявлена, впоследствии поражением Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, я бы переформалил так. Хотел бы услышать от господина Лютовка последствия победы плана Большой Ближний Восток и чем это грозит. Не будет ли это грозить продвижением этого революционного пожара в Центральную Азию и даже в саму Россию? Не превратятся ли государства Центральной Азии и, может быть, исламские и мусульманские анклавы самой России в такую геополитическую щебенку? И не окажется ли Евросоюз и Китай окруженным горящим поясом государств проливов? В этом случае задача сдержанная и Европы, отрезанная от ресурсов Магриба, от ресурсов Центральной Азии, от ресурсов Персидского залива, то же самое и Китая, блокирована от всех основных сырьевых регионов, становится очевидной. Соединенным Штатам, привыкшим жить на острове и осуществляющим свои эффективные военно-морские коммуникации, эта ситуация выглядит достаточно безразличной и даже может быть удобной, но для нас эта ситуация выглядит опасной и критически важной для будущего нашей страны. Я был бы благодарен, если бы господин Лютовик дал ответы на мои вопросы. В.Путин Лютовик, я тоже хочу благодарить доктора Лютовика за урок такого стратегического взгляда и хочу попробовать предложить такой, может быть, несколько рискованный взгляд на стратегическую ситуацию Соединенных Штатов и Западного мира в целом. На мой взгляд, эта стратегическая ситуация может быть описана уже на протяжении достаточно долгого времени как бой с собственной тенью. Это не бой с независимыми противниками, которых необходимо просчитывать. Это бой с собственными слабостями, с собственными проекциями. Я приведу три примера вот этих вот вызовов, которые являются проекциями собственной внутренней конструкции Западного мира. Это глобальный терроризм. Он фокусит повестки нулевых годов. Это повестка, вокруг которой выстроено президентство Джорджа Буша. Джордж Буш приходит после Билла Клинтона, после конца 90-х, когда мы видели мощный раунд десуверенизации, произведенной в Югославии. Но вполне закономерно и естественно, что параллельно с десуверенизацией классических национальных государств происходит рост, даже разбухание игроков нового типа, в числе которых, несомненно, и сетевые террористические движения. И здесь важно понимать, что даже если далеко не все игроки нового типа будут террористами, то само наступление мира постнационального, мира, где доминируют игроки нового типа, транснациональные и постнациональные игроки, это возникновение мира благоприятного для террористических стратегий, крайне благоприятного. Первая проекция. Глобальный терроризм как следствие политики демонтажа национальных государств, политики десуверенизации государств среднего калибра. Я не говорю здесь о таких вульгарных вещах, как взращивание исламского экстремизма, спарринг-партнерами по холодной войне. Второй момент. Это вызов индустриального Востока, вызов, о котором мы сегодня преимущественно и говорили. По большому счету этот вызов является проекцией тех правил игры в глобализацию, которые западный мир и Соединенные Штаты, прежде всего, продиктовали остальной части планеты в послевоенное время. Тех правил игры, которые очень долгое время работали на лидеров этого Первого мира, на те же Соединенные Штаты и на Западную Европу, но в какой-то момент начали работать против них. Игра в глобализацию становится для Западного мира и для Европейского Союза и для Соединенных Штатов все более опасной в экономическом отношении. И действительно, симптомы этого здесь были приведены. Третий вызов, который является проекцией собственной слабости Западного мира. Это вызов, о котором только вскользь доктор Люток вначале упомянул. Это вызов уже не глобального Востока, индустриального. Это вызов глобального демографического юга. Вы сказали о том, что для Соединенных Штатов эта проблема не так болезненна, потому что американский юг христианский. Для нас она гораздо более болезненна и для Европы, но я думаю, что она болезненна для всех стран Севера и Запада, стран европейской цивилизации, разошедшейся по планете. Этот вызов также является проекцией, скажем так, постколониальных травм, комплексов, которые испытывали колонизаторы, вчерашние колонизаторы. Здесь можно действительно поставить в один ряд и европейцев, и американцев, и русских. В чем сложность этих вызовов? В том, что на них невозможно ответить, кардинально не изменившись самим. На них невозможно ответить, не нащупав какие-то параметры, опорные элементы нового, другого цивилизационного проекта, нежели тот, что реализуется, скажем так, в последние двадцатилетия. И одним из аспектов которого является, положим, и турбокапитализм, который доктор Людов описывает как геоэкономист. И вопрос, я, естественно, не могу дать ответ в течение пяти минут на эти вопросы, но я хочу их заострить. Сможет ли Запад, и в данном случае действительно согласен России как часть Большого Запада, сформировать новые основы и опоры не постнационального, а национального мира, мира развитых национальных государств, мира, который более предсказуем и устойчив, сможет ли Большой Запад пересмотреть, ревизовать правила игры в глобализацию, перейдя, может быть, к тому, что Эммануэль Толт называет новым порядком больших пространств, которые, по его мнению, являются более адекватной формой для глобализации для Европы. И, наконец, сможет ли Большой Запад и Россия тоже пересмотреть самоубийственную, иммиграционную политику и политику интеграции. Я имею в виду затянувшуюся паузу, затянувшийся период пресловутого мультикультурализма, который сегодня начинает явно утомлять европейских лидеров, но альтернативы которому пока у европейских лидеров явно нет. И на чем я хотел бы закончить, на том, что вот эти три вызовы, в общем-то, для западных стран, для лидеров западного мира и для России являются в основном общими. Может быть, с тем исключением, которое стоит сделать для анализа взаимоотношений геоэкономических США и Китая, потому что действительно Россия смотрит на это не из постиндустриального, не из постиндустриальной ниши, а из ниши, скорее, послеиндустриальной, из ниши деиндустриализованной страны, сырьевой страны, которая, может быть, найдет какие-то возможности изменить свое положение в мировой экономической системе, использовав ситуацию глобального геоэкономического конфликта Соединенных Штатов и Китая. Спасибо. Я хотел бы спросить Бориса Межуева, и, наверное, после этого мы предоставим слово профессору Лютвуку, потому что нас время несколько поджимает. Ну, во-первых, хотелось бы поблагодарить господина Лютвука за блестящий образец вот именно яркого стратегического мышления, очень точно и такими выпуклыми мазками обрисовавшего ту ситуацию, которая сейчас развивается в Евразии. Действительно, мы имеем очень яркую картину. Значит, картина в следующем. Поднимается один большой гигант, это Китай. Против него организуется антикитай, некая цепь уязвленных китайским подъемом и китайским высокомерием стран. Это, значит, Вьетнам, Япония, Индия, ну, в какой-то степени Сингапур упоминается, которые начинают вести геоэкономические конфликты, довольно мелкие с Китаем. Помимо вне этой зоны, вне этой картины оказываются две страны. Это Соединенные Штаты, которые не определились, они не с Китаем и не с антикитаем, и Россия, которая также еще не определилась, но Соединенные Штаты ввиду собственной сложности ситуации, а Россия, по всей видимости, ввиду, ну, в общем-то, непонимания всей этой ситуации, которая самим господином Лютовиком описана. Что, мне кажется, здесь не совсем хватает в этой картине? В ней, ну, во-первых, сам образ холодной войны. В первую очередь, откуда берутся эти страны? Потому что холодная война, мне кажется, только с очень приблизительной точки зрения может быть названа войной между Западом и Советским Союзом. В этой войне участвовало, по всей видимости, ни один Запад и ни один Советский Союз. Запад выиграл эту войну в Союзе по минимуму с двумя силами, а именно с Китаем, с которым некоторый геостратегический союз был заключен в 70-е годы, и впоследствии, ну, с тем, что очень, так сказать, приблизительно можно назвать вооруженным исламизмом, а именно те силы, с которыми Запад вступил в альянс Соединенные Штаты, в первую очередь во время войны в Афганистане. И вот теперь, по всей видимости, происходит, если не распад, но некоторое напряжение внутри этих прежних союзнических связей. Что-то, собственно, такое антикитай. Антикитай это либо союзники бывшие Советского Союза, как Вьетнам, либо бывшие союзники Соединенных Штатов, как Япония и Австралия. То есть это вот как бы такой какой-то геоэкономический союзнический конфликт, прокси-во, то есть война, ведущаяся не самими основными центрами силы, а ведущаяся союзниками против, собственно говоря, центрального государства. И вот теперь очень важный момент. Как Китай, за счет чего он выходит из этой ситуации? За счет чего он обеспечивает себе стабильность? Ну, совершенно очевидно, и вот это, мне кажется, важно дополнить схеме господина Лютвака. Он выходит за счет двух альянсов. Это геоэкономический альянс с Соединенными Штатами, который, собственно говоря, и был экономическим стержнем их союзничества в Холодной войне и продолжающего союзничества до сих пор. В результате чего, собственно говоря, видимо, и образуется это представление о Чемерике, о чем говорил господин Горомыко. И геоэкономический альянс России, который в какой-то степени существует, учитывая такие организации, как ШОС и так далее. Собственно, что предлагается России? России предлагается разорвать этот геоэкономический альянс с Китаем в тот самый момент, когда геоэкономический альянс Соединенными Штатами остается по-прежнему нетронутым. То есть, может ли в этой ситуации Россия пойти на такой односторонний разрыв отношений с Китаем в той самой ситуации, когда второй альянс, благодаря которому эта, собственно, держава существует и развивается, остается без изменений. Потому что ничего об этом господин Лютвак не говорил. Очевидно, что едва ли Россия захочет как-то отойти от единственной скрепы, разрывающей ее, собственно говоря, соединяющей ее с Китаем в ситуации, когда вот эта другая скрепа, геоэкономическая скрепа, о большем значении которой сам господин Лютвак очень правильно говорил и сегодня в своих книгах, остается неизменной. Поэтому, мне кажется, вот, вот эта стратегия, которая блестяще была сегодня нарисована, должна быть дополнена какой-то другой, может быть, более рельефной стратегической схемой, которая включает в себя не только, собственно, Китай и ее непосредственных соседей, но также всех остальных других игроков на мировой сцене, включающий действительно Европейский Союз, включающий Соединенные Штаты Америки и указывающий новое место России в этой новой конфигурации, о которой, собственно, сегодня и шла речь. Спасибо, Андрей Михайлович, сейчас буквально секунду. Спасибо. Спасибо и буквально секунду. Действительно, присоединяясь ко всем тем комплиментам, которые прозвучали, я бы хотел в стенах МГИМО подчеркнуть то, что, на мой взгляд, отметил коллега, но должно быть еще раз повторено, вот, мною, в том числе, занимающимся сугубо вроде бы вопросами внутренней политики. Итак, сухой остаток лекции господина Лютовка, я для себя вижу, именно в том, с чего он начал. Это проблемы семьи и тот инвариант, который является единственной возможной основой настоящей геополитики. Все остальное, коллеги, это приложение. И прошу обратить внимание на то, что последнее послание президента было ровно об этом, а мы здесь его восприняли сугубо как скорее социальное, скорее такое предвыборное. И вот мы сегодня услышали от ведущего геополитика мира о том, что, вообще-то говоря, нам неплохо бы обратиться к себе, решая геополитические проблемы. Спасибо, коллега, спасибо за этот урок необходимого и достаточного. Вы сегодня нам сказали о том, что необходимо, а потом мы вместе говорили о том, что, наверное, достаточно. Спасибо. Прозвольте, да, тоже очень коротко, я так понимаю, что время нас поджимает. Я тоже очень хочу поблагодарить докладчика за интересное выступление, но для меня лично самым интересным была сама постановка некого вызова перед нашей аудиторией. Потому что, честно говоря, тот бэкграунд, который был описан, не является чем-то новым. По большому счету Китай заявил о своих претензиях занять как минимум вторую позицию в мире некого альтернативного центра. Она стала откровенно проявляться, ну, например, даже в таких событиях, как в 1990 году, когда, скажем, наш министр страны, Диас Шеварднадзе, однозначно поддержал резолюцию Совета Безопасности в связи с агрессией Ирака против Кувейта. А Китай был единственной стороной из постоянных членов Совета Безопасности, который воздержался от голосования по этой, значит, по этой резолюции. Уже тогда мне стало понятно, что Китай занимает эти позиции Советского Союза в качестве второй силы, и дальнейшие события только укрепились. Сегодня, собственно, мы находимся в том периоде, когда через 5, максимум 10 лет Китай заявит о себе как первой силе в глобальном масштабе. Значит, я хочу все-таки в этой связи сказать, что мне странно, что постановка вопроса о противодействии восходящему Китаю мы слышим только лишь в начале 2011 года. Мне казалось бы, что Соединенные Штаты должны были бы с подобной постановкой вопроса к России начать обращаться несколько раньше. Но думаю, что здесь во многом существует и инерция мышления. Мы сегодня много слышали о стратегических ошибках, которые допускают страны, которым сопутствует экономический успех, но, к сожалению, ничего не было сказано о определенной глухоте и слепоте тех стран, которые слишком долго находятся на Олимпе, на экономической и геополитической вершине мира. Мы видели, что так вот своей беспечности разрушил в свое время и Советский Союз. Нечто подобное я усмотрю и в среде американских стратегических экспертов. Смотрите, ведь абсолютно никто даже не возражает той откровенной утке во всей мировой прессе о том, что Китай где-то только сейчас обошел Японию по показателю вала внутреннего продукта. Слушайте, ну, если речь идет о серьезных экспертах, да, которые понимают, что такое измерение вала внутреннего продукта по паритету покупательной способности валюты, с учетом недооцененности юаня как минимум в четыре раза, речь идет о том, ну, хотя бы взять, например, достаточно умеренные оценки Ангуса Мадисона, одного из крупнейших и всемирно признанных в мире компротивистов, профессора университета Гронингена, к сожалению, ровно год назад ушедшего в лучший мир, то Китай перегнал по этому показателю Японии еще в 1992 году. Такое есть ощущение, что мы живем под неким звездным небом, где мы видим свет звезд давно потухших, то есть мы не пытаемся анализировать реальность не только ближайшего будущего, но даже и настоящего. И в этой связи хотелось бы сказать, что сама идея мирного восхождения Китая это, конечно, прекрасная картинка, это пиар-акция, которую блестяще проводит Китай уже не первый год, но вряд ли это кого-то может обмануть, потому что совершенно естественно для человека с рациональным сознанием, занимающегося геополитикой, предположить, что политика есть отражение и продолжение экономики. И страна, которая по итогам прошлого года потребляет 550 миллион тонн стали, я напомню, Советский Союз в лучшие годы своего существования 165 миллионов, это когда он танковую армию содержал, самую крупную в мире, и Соединенные Штаты в лучшие годы своего года 110 и Япония 110. В сумме эти три страны потребляли стали меньше, чем сейчас потребляет Китай практически в полтора раза. Совершенно понятно, что было сегодня предложено рассмотреть ситуацию не только через призму силового противостояния, но через призму реальных экономических интересов. Мне кажется, здесь никакого противоречия нет. Реальные экономические интересы Китая таковы, а соответственно и всех остальных, кто выступает к нему оппонентами, что битва за ресурсы в глобальных масштабах, она просто неизбежна. И честно говоря, мне кажется, ну если не то чтобы своевременным, скорее запоздавшим, но все-таки очень важным в этой связи симптомальным таким симптоматическим шагом сегодняшней лекции в этой аудитории, которая, надеюсь, заставит нас серьезнее отнестись к этой ситуации и в будущем сэкономить время на то, чтобы друг друга убеждать в серьезности этой ситуации. Надеюсь, что мы впредь не будем так сильно опаздывать и перейдем к тому, чтобы разработать некоторые встречные шаги. Спасибо. Продолжение следует... Амадзида, это когда-то в такая ситуация в том, что у вас нет, но все-таки, что-то не состоится, а сейчас в том, что вы видите, как Хабил для Рома, в 1960-х, что если вы не доб beast, мы придумаем, мы продолжаем сцепиться, мы продолжаем, мы продолжаем. И поэтому как ищи ра с аз organizations так и разнообразовавшись на экономике. Немного, что степени, то ли opposite, что у нас Это означает, что мы находимся в первую очередь в цене, который будет в следующем этапе технологии и так далее. Мы будем смотреть. Украинский фокус сегодня называется «публич финансы». $0.43 в каждой долларе spent by the U.S. government is borrowed, half of it from abroad, from Germany, Japan, and China as well. As you know, the big thing in American politics now and for the next two years is going to be called budget cutting. So a lot of sacred cows, as they say in English, will be killed. They're going to cancel weapons, they're going to cancel this, they may be even canceling the missile defense issue for a reason I'll mention when I get to it. There's going to be a lot of cutting of spending. A little bit of tax increase, mostly cutting, cutting, and cutting. And we are not at the phase in world politics where you need to have a lot of tanks or a lot of warships. Remember this conflict China-anti-China is not going to be resolved in war. That makes it even more stupid, of course, for the Chinese to build the navy because this is not going to be a navy that's going to fight a naval battle ever. Just a navy to cause your problems. Now, going back, first of all, let me say that I use the phrase diplomatic revolution. This is for me a very new phrase. For other people it's an old phrase. And I've only been cooking this up in the last few days here. I have not discussed it in Washington. Don't expect people in Washington to act today on the basis of a diplomatic revolution. But I will say the following. That if China continues to build the navy, A, and B, the Japanese continue to talk about the Northern Territories or the Kuril Islands, and they didn't come to Moscow and offer to invest in Siberia instead of offering in China, then you know I was completely wrong. In other words, the diplomatic revolution means that people have to change because there's a new configuration of world politics. So I'm making a theory that there will be a change. And if the Chinese could stop it tomorrow the same way the Germans could have stopped it in 1907, they have to simply stop growing militarily. But whether politically the chairman of the Central Military Commission, Hu Jintao's real title is chairman of the Central Military, whether you can stop the PLA, that's a different thing politically. But in theory you can. Now going back on the whole Chimerica question. So long as the Chinese did not try to rise in power, we were very happy to cooperate with Chinese. And of course to import a lot from Chinese. And everywhere you go in a shop in America, everything is made in China. But please remember that all imports from China represent 4% of the U.S. GDP and about 80% of those imports are manufactured by U.S. companies in China. So it looks very big, but it's 4% of the GDP and most of it is U.S. companies. And that is the reason why you went to Washington in the last 4 years, 5 years, 7 years and say, look, they are de-industrializing the United States. And the answer was, what are you talking about? Well, no more. Now they are talking about de-industrialization. De-industrialization is taking place in Brazil, as you know, where a lot of traditional Brazilian industries are destroyed by imports, especially now that the currency is so high. The Brazilian currency is very high. The Chinese currency is artificially kept low. They are having a conflict over there, which I will jump ahead on the BRIC before going back. BRIC is a block. BRIC is not a block. Because BRIC is Brazil, Russia, China and India. As far as I know, Brazil and Russia don't have a lot in common, except competing on some exports. China is quarreling with India. There is no block. The gentlemen from Goldman Sachs were just trying to tell to their rich American families that invest with them, by the way, buy shares in Brazil, India, China and Russia. That's all. There is no block there. There is no alliance. There is no counterweight. There is either people not talking to each other or quarreling with each other. So BRIC is not going to be the American problem. Nor is it to make a plan. And by the way, this will not be the Russian problem either. Because you don't need a plan when people come to Moscow, asking favors and offering rewards. You don't need a plan. You just need to have an open shop. People come in and say, will you do this for us or do that for us? And you don't need to have a scheme or a plan. What you do need to know is to know what to ask. If the Japanese come, you don't want to ask the Japanese to do some ceremony or send the Kabuki theater to Moscow. You have to say to them, okay, you are afraid of China. You are not investing in China. Fine. So what about investing in Siberia? And by the way, invest in a big electronic information technology university in Vladivostok. And we want that kind of investment, not just pipeline and that kind of stuff. If somebody else comes, like the Indians already did, and giving $2 billion to Mr. Pagosian of Sukhoi, that's a good way to do it. Whoever comes has to pay. Like you go into a shop. For this, you don't need the policy. You just need the marketing thing. You don't have to choose sides. You don't have to become in one coalition or the other coalition. But of course, Russian people must know that if the Chinese were to win, which they are not going to do, they're going to lose, of course, because they cannot be strategically wise. It's not possible. Whoever makes a mistake in economics, you can repair it. And even social mistakes can be repaired. Political mistakes can be repaired. When you make a mistake in strategy, you can never repair it. Not that kind of mistake. Now, the issue of raw materials, yes. I said that it's easy to make national policy in Russia because all you do is to make babies. That is not correct, of course. There is another big thing. And that is that Russians are still the largest European nation. There are more Russians than there are Germans or French or Italian. And the largest European nation cannot live from raw materials. The largest European nation can get a little extra from raw materials, but you have to live from something else. And that something else cannot be beach tourism in Moscow in February to go swimming in the Moscow River. It has to be industrialization. And it has to be high tech. And, of course, you cannot make underwear or underpants. Those you really should buy from China or Thailand or whatever. So, the problem here, and it's a huge problem, is the following. Innovation is made by small companies. Even in the United States and so on, who is inventing new molecules? It's not the big pharma companies. Little guys. And for little guys to exist, they need the rule of law. Because when a tax officer comes to threaten them and blackmail them, they cannot call a powerful politician. When the local authority wants to ruin them, they cannot call the president to help them. So, the rule of law is the gateway to little companies. And that's why it's so fundamental, like bread, like water. And that, of course, is the other huge problem that everybody in Russia knows about. I'm not going to say one more word. Now, addressing the issues of the president. First of all, he talked about suicidal migration policy. And first, you have a suicidal migration policy because you want cheap labor. Gastarbeiter. Cheap labor. Then, you make it more suicidal by having multi-culti policy. Multi-culti means that the most common name in Berlin, in a Berlin birth clinic, already seven years ago, was Muhammad. Or actually, Mehmed, to be more precise. And when you go and these people are not German, they're not becoming Germans. As you know, Chancellor Merkel of Germany discovered this. You had probably discovered it 27 years ago, but she discovered it last week. And the British Prime Minister discovered it two weeks ago and Sarkozy three weeks ago. Thank you very much at last. And what does it mean? It means integration. Martinez arrives from Mexico. He speaks Spanish. He knows little English. His son is in the Marine Corps. He knows still Spanish, but he doesn't like to speak Spanish. His grandson doesn't speak Spanish anymore. Okay? Our linguistic ignorance is not just the ignorance of lazy people. It is the refusal of the non-American connection. Martinez doesn't know Spanish. When he is going as a tourist to visit the wonderful Oaxaca or Chiapas, he has to get an interpreter. Okay? The grandson of somebody from Chiapas. This is the refusal. And this is the exact opposite of what you see in Berlin or what you see in Carcassonne and these places or grass. Half of grass is the beautiful, you know, grass is the beautiful higher part. And the other half is pure Morocco with only men in, there's no wine in the cafes, only drinking tea and coffee and smoking and so on. Now, going back again, the issue of terrorism. Listen, terrorism is a horrible thing and we suffer from terrorism. Everybody does. But please remember, first we had the Cold War, which occupied our attention. There was terrorism, but we paid no attention to it. Then there was, now will be either the Chinese become very wise or we're going to have China, anti-China, a new kind of fear. And terrorism again will be what it always was, a little thing, a little thing, not a big thing. Terrorism is an irritant. Now the issue of the changes in the politics in Egypt, Maghreb, Tunisia, Libya, Bahrain and so on. This is not anybody making this. This is the popular uprising. Leading to nobody knows what. It could lead to anarchy, could lead to kind of Islamism or it could lead to some sort of semi-okay government. They don't have the social cultural basis. I mean, let's be frank, okay. Sicily is part of Italy. Italy is part of the European Union. Sicily does not have function democratic government. Does not. Sicily is run by the mafia. The governor of Sicily, the governor, is not even a general of the mafia. He's only a colonel of the mafia. So social cultural conditions in Sicily in 2010 are not sufficient for democracy. So I'm not very optimistic, but this is uncontrollable phenomenon. We Americans like to deal with Mubarak and so on and so forth. We're going to lose those guys. That's inevitable. But, of course, the United States subverted them. Because if America is your patron, America is your helper, you cannot shoot the people. If America, Mubarak could not order his police to shoot the people. Once the people understand that, he's finished. In Iran, they are willing to shoot the people. The reason they have this whole riot in parliament saying we're going to kill them is to tell people, watch it. Don't do like Egypt. We are not, we don't have the Americans on our heads. If you are going in the square, we're going to shoot. And the Iranians, unfortunately, they don't value freedom enough to fight for it so far. Perhaps this will change tomorrow and certainly we hope so. Now, the question of the Russians, the Afghanistan whole issue. We all know how the Afghanistan story will end. It's going to end like this. That the United States will withdraw its troops, give up the attempt. The NATO will leave before the Americans and then we'll be arming the Tajiks, the Hazara and the Uzbek and the IMAX and the peer of the Ismailis on the Salang Pass and the Herati, the grandson of Hamid Khan in Herat. They're all going to get some weapons and they're going to get some help from Russia and they're going to have some help from India. And maybe then China, of course, is already helping the son because nobody wants the Talibs in Kabul. But if the Talibs are in Kabul, the first threat will be China. China is bordering directly on Afghanistan. They not only have the Uyghur, the Uyghur who are 20 million or so, they also have 60, 70 million Hui, Chinese Muslims, who are quite capable of being restless. And Russia, of course, will have a problem there and India and so on. But certainly at the present moment we're spending 7,000 million dollars a month in Afghanistan. 7,000 million dollars in one month for a country that's worth about 70 million dollars total. The whole of Afghanistan is not worth 1% of what we spend every month. This crazy politics, this crazy policy was the result of politics. Obama, during the campaign, wanted to be against Bush on Iraq. So he kept saying Iraq is bad. Afghanistan is a wonderful war and so on. A great place to fight. There we're going to do the whole thing. And of course we all know how this story is going to end. It's not going to end because the official strategy of General Petraeus is to develop economically, agriculturally, socially, emancipated women, convert Afghanistan into Sweden. Once Afghanistan is just like Sweden, they will not support the Taliban. Thank you very much. That will take 300 years and more money than the Chinese announced and it will not happen. On the question of ballistic missile defense. Now, I know that this is very difficult to accept. But first of all, it never was and never will be aimed against the Chinese. Chinese are, first of all, our whole issue with China is not military. Second, the Chinese, as you know, have been following minimum deterrence, not maximum deterrence. They're spending little money on the ballistic missiles. If all of their military policy was like their nuclear policy, that would be no problem. Few ballistic missiles, minimum deterrence, we don't care about that. This was developed against North Korea because three missiles, North Korea missiles, are more frightening to us than 300 Chinese missiles or 3,000 Russian missiles. Same story with Iran. Ballistic missile defense was never aimed at the Russian missile system. To believe that it was, was a classic example of Cold War mentality. Cold War mentality. Some of the people pushing ballistic missile defense in the United States are honest people. They're only interested in industrial development, scientific development. or they're ballistic missile defense advocates. But the actual reason to have it would be not the 300 good missiles of the Chinese or the 3,000 good missiles of the Russians, but the 30 or 12 or 7 bad missiles of Iran. That's how it works in strategy. However, budget is more important. And we have had about nine ballistic missile defense projects since 1957. Each of them got canceled at some point. And this may also be canceled. The very important issue raised again on the question of trade. We developed the WTO organization to actually formalize the whole concept of free trade and the philosophy of free trade. And this was all based on the idea that we would be successful in trade. The moment free trade starts to de-industrialize, ideology doesn't adapt. Free trade is a kind of secular religion for a lot of Anglo-Saxon people. Americans and British. Not for Europeans. If free trade means de-industrialization, free trade will not last a long time. And there will be a modification to this fact. And indeed, if the Chinese continue to do this and the diplomatic revolution happens, one of the consequences will be a different trade regime. Now, there are too many other... I'm sorry, but I really don't want to take more time on this and just want to conclude. I offered you here a theory I did not offer in Washington because I've been traveling around and just cooking it up. I was in China and now I'm here. I'm going to go to Japan from here to talk to the Japanese because I'm going to meet the right-wing Japanese politicians. And I'm going to say to them, please tell me when you're going to tell the Russians that you never want the Kureli Islands before. And this guy made the speech yesterday about this is the most important thing. This is exactly the same as the Germans believing that the most important thing was to have a colony in Tanganyika. Not Deutsche Bank, not Siemens, not the Berlin universities, but Tanganyika. Same story, okay? And it's a result of being out of strategy because the Japanese, after 1945, they didn't do strategy. They just shut up and we did strategy for them. So they're not used to thinking. And therefore, every time they think, they're wrong. You see, it's a wrong thing for them to think. They should not think. They should just wait patiently until somebody tells them. They're so good at execution. They're so good at working. They're so good at tactics. They don't need also to think. That would be too much for them. Now, the theory of the diplomatic revolution, I'm going to write an article in Foreign Affairs because that's what you do in America. Once you get the theory like this, you have to write it in Foreign Affairs. And then it becomes a kind of boring stuff and stuff. This is going, if all of this is true, it will result in really a global change. But, maybe the Chinese will not make it true. And it's so easy for them to do it in theory. Politically, it may be impossible. If you now go to Xi Jinping, the new leader, the one who's coming after Hu Jintao, and you say to him, stop the military program. Tell the military that China will be a very rich country, but a very weak country, with a very tiny navy and very old air force and a very small army. He says to you, yes. And tomorrow, I will be in prison. I will be arrested. You will be still some kind of professor in Washington, and I'll be in prison. So far, that appears to be the case. Because, I told you, and I'll end with this, it is a very strange experience that you develop a kind of theory that somebody is going to fall from a building. And then I went to China, and I sat with these guys, whom I know very well, who really are the top advisors. And I said, look, this is going to happen. And they say, we know it's going to happen, but we cannot stop it, because we are not driving the cart. We have runaway horses. If the Chinese can stop this, none of this will happen, and we don't have to worry about the strategic side, and we can continue quarreling about ballistic missile defense, and saying, why are you putting it on Aegis ships, why are you doing this and that. We can all continue doing whatever we've been doing. Otherwise, we'll be in a new world. And you're going to find out in the next few years. Very simple. Like any other theory. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Mr. Luthor, he offered very interesting ideas. And one of the most important things of this theory is that we all, here in several years, have a chance to believe in whether it was right or wrong. I want to say that here are our colleagues and journalists, who may be able to go to Professor Professor after the final of our event, and ask questions in the Foyer. Again, from the Fond strategy 2020, from the Fond strategy 2020, from the Mgimo, we thank Professor Luthor for the wonderful lecture, and we hope that we will read his articles and texts, in which the foreign affairs and other publications, with more interest in the personal communication. Thank you. Thank you. Thank you.